Добрый день, дорогие друзья! Я Римма Корнеева. Сейчас я отвечу на самые главные актуальные вопросы, которые всех беспокоят относительно геля дезинфицирующего, геля антисептика или препарат, который эпидемиологи относят к группе препаратов-санитайзеров. Итак, вопрос главный и основной. Из чего он состоит, как он работает и как им пользоваться? Первое. Препарат состоит из 70 процентов спирта изопропилового. Спирт, который позволяет уничтожить микробы и вирусы. Вопрос номер два, который тоже часто всех волнует. Как пользоваться гелем-дезинфектором, препаратом-антисептиком или онсусанитайзер? Небольшое количество, небольшое это сколько, но я попробую вам показать. Это буквально миллилитра три. Этого будет достаточно, чтобы распределить его по поверхности кожи рук. Небольшое количество разносим по ладоням и не забываем о тыльной поверхности ладони, потому что этой частью мы тоже касаемся поверхности и лица. Вопрос следующий. Заменяет ли санитайзер, а именно наш гель-антисептик, мытье рук? Ну, отчасти да. Но несмотря на высокую степень защиты от микробов и вирусов, все равно. Мойте руки каждый раз, как только такая возможность имеется. Пришли с улицы первое, что вы должны сделать, вымыть руки. И мойте руки всегда, когда такая возможность есть. Можно ли наносить санитайзер на лицо? Ну, здесь нет, не стоит. Во-первых, для начала зачем? Главный вопрос – зачем? Если вы будете наносить санитайзер на лицо, то вы вызовете раздражение кожи. Не забывайте, что там изопропиловый спирт. Его очень много – 70%. Кроме всего прочего, он достаточно летучий. Это будет раздражать слизистые оболочки, конъюнктивы глаз и вообще зачем? Вы же не касаетесь лицом кнопок лифта, поверхности, где может жить вирус. Лицо вы трогаете руками, поэтому дезинфицируете руки в первую очередь. Можно ли использовать гель-антисептик для грудных детей? Меня на самом деле крайне удивил этот вопрос. Нет. Зачем? Не стоит. Во-первых, малыш может отравиться, если, не дай бог, оближет пальцы и так далее. Это вы должны обязательно пользоваться санитайзером, гель-антисептиком каждый раз, когда вы подходите к своему ребенку. Более того, никогда не подходите к нему в уличной одежде. Можно ли санитайзер, а именно наш гель-антисептик, пользоваться детям? Ну, на самом деле, только в крайних случаях. Ну, наверное, в том случае, если вы вдруг с ребенком вынуждены были пойти в поликлинику, вы можете нанести на ладошки небольшое количество препарата, но не забывайте, вы должны это делать исключительно под вашим четким наблюдением и присмотром. Там 70% из-за пропилового спирта, и ребенок может случайно эти руки затащить в рот. Поэтому лучше научите ребенка мыть руки каждый раз, как только есть такая возможность. Даже если он находится дома, ребенок должен уметь правильно мыть руки. Итак, основное о нашем препарате производства компании Фаберлик, дезинфицирующий гель-дарук, гель-антисептик, который прежде всего содержит 70% изопропилового спирта, обеспечивает 99,9% чистоты поверхности и рук, и защиты от микробов и вирусов. Это важное и основное, что вы должны знать о геле-антисептике компании Фаберлик. Фаберлик